всех приветствую себя на канале у нас сегодня интересное видео о том как не допустить ошибки по выбору входных бронированных дверей и на примере вот одна дверь вторая дверь двери особо ничем не отличаются хотя одна дверь до раз дешевле вторая в два раза дороже но по конструктиву по взломостойкости двери абсолютно одинаково никчемные по какому принципу мыслит 80 процентов людей поставлю я дверь в тамбур саму дешевую все равно она общее сосед забывает закрывать замок и так далее давайте попробуем объяснить для чего нужно делать именно тамбурную дверь хорошего качества и и с хорошей взломостойкостью в первую очередь многие считают что нужно поставить дверь самую дешевую так как сосед не закрывает дверь забывает так как это на двоих делится и так далее поставить а бы какую было стеклянные еще какие-то 100 советские оставляют людей в двери Вор заходит через эту дверь, закрывается и уже дальше вашу дверь просто берет и корчует перфоратором, болгарками на аккумуляторах и так далее Дверь можно корчевать ломиком, выбивать, молотом можно сбивать броненакладки и так далее Никто ничего не услышит Поэтому в первую очередь нужно ставить достаточно хорошего класса с защитой Вторая очередь это конструктив двери По данной двери мы видим, что дверь собрана на заклепках на алюминиевых Толщина листа видно по прогибу 0,8 мм, может быть меньше В третьих дверь вот на такие скобы, в данном случае в плиту засверлено Это все легко ломиком поддеть и выломать В третьих конструктив двери, видно дверь ходит ходуном В четвертых это коробка, видно конструктив коробки Обычный сваренный уголок несчастный И планочка приварена, притворчик маленький В четвертых это замок Это замок, замок на ручке планки Ручка планки отламывается, вынимается, снимается простой отверткой Открытая секретка, секретка выбивается молотком внутрь Какая дальше ситуация? Видим дверь, которая в два раза дороже По надежности дверь один в один Видно под наружную броненакладку подложены шайбы Потому что была в наличии у установщика двери вот такая вот личинка А не на полсантиметра меньше, не была другой Поэтому под личинку, под эту личинку подогнались шайбами Глубина броненакладки Даже если наружная броненакладка, пускай бы какая она не была бы хорошая, плохая С помощью вот этих вот простановочных колец она превращается в очень легкий инструмент для сбития Точно такая же накладка под замок Без разницы, сувольный замок, не сувольный Планка срывается, через тонкий металл можно производить любые манипуляции Третий момент это отсутствие МДФ накладки МДФ накладка тоже дает нормальную жесткость к общему конструктиву двери Тем более дальше доступ к самому телу замка и так далее Дверь двери открывается за 3 минуты Не забывайте, что дверь ставится не для красоты, не для подбора по цвету, по дизайну интерьера Дверь ставится для единственного нужного случая, чтобы квартиру ваша не смогли ограбить Другие все преимущества дверей Дизайн, красивый внешний вид, красивые МДФ накладки, красивые цвета, ручки и так далее Это все к одной двери не должно относиться Это дополняющие все факторы Основной фактор это взломостойкость двери Делайте правильный выбор, не допускайте ошибок Всем счастливым! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok